Другой вариант, попробую съёмку вести. Значит, чуть-чуть похитрее делать, чем для Пскова и чем для Москвы и прочее. Дело в том, что учитываем вашу дикую жару летом. Вот. И давайте тогда мы начнём не так, как я их советовал, с манжурских абрикосов, которые будут давать плоды 20-30, но если повезёт, 40 грамм. Но для них это уже, для Ленинградской области, любого остановительского, какие абрикосы у нас, если у нас они не расти, и расти не будут. Так. Но это уже неправда, мои уже растут. Тогда получается, что я бы вам предложил такие, знаете, культурные абрикосы-косточки. И мне хочется испытать на вас, извините за выражение, на вашей шкуре, на вашем энтузиазме. Значит, я бы вам предложил культурные, так, но не самые роскошные, но уже более приспособленные именно к югу. Уже не надо бояться, что замёрзнут, так. Будут другие причины. А они же чем культурнее, тем южнее, ведь всё-таки у меня есть, они же вообще гибридные. Там будет кровь Королевского из этой самой, из Франции. Там будет кровь Манитоба из Канады. Там будет кровь из этих самых наших южных краёв, то есть юг России. Ну, те дельта-молги, это же не сказать, что это север, правильно? Вот. А у них всё перемешано. И у меня есть такое, я их называю ассорти, смесь. Они будут типа Амура, Серафима, некоторые будут таких. Ну, ведь у меня есть примеры, да? Там, где живёт мой друг, это серьёзный разговор, там, где живёт мой друг Чернобаев, вы ещё не знаете его, фильмов 20-30 сняты его с одну. А у него теплее, на неделю раньше цветёт, вот. А на неделю раньше плодоносит, или даже две недели. Теплее, так? И он берёт четыре, проращивает четыре косточки бая, а бая-то 70-80 грамм, так? А он у нас ветеран, это как бы, это как бы, ух, ку-ух, что бай! Вот. И тогда, ну, через террая Левицкого, так вот, клон. И он берёт за оградой, садит четыре штуки, у него растёт четыре дерева. Один оказался мелкий, но вкусный и сверхранний. Он как бы выделился, ну, гибридный же, даже байгер. Пусть получился в три раза мельче. А три-то дерева оказались культурные, пусть не 50-60 грамм, 70, а порядка 40-50 грамм. Три дерева, всё в плодах. Ого, хорошо. То есть, а у меня таких, к примеру, много. У некоторых получились очень-очень крупные, и у меня уже есть эти самые, даже манджульцы 40-50 грамм. Ну, и кто-то пырил культурные. И я вам предлагаю вот такую смесь. И я на вас ставлю эксперимент, вот, чтобы вы не разорились. Я вам единственного предлагаю скидку 50%. Единственному. Отлично. Почему? Хорошо. Да свой, брат. Знаете как, вы как сказали про безработица, я же, Сэд, я же это прошёл. Вот. Всё понятно. Я через это прошёл. Но у меня был опыт, и я же быстро, я вернул второй пример. Ладно. Значит... А, нет, оба примера. Там 500 вырастил, по 500 продал. Всё, несколько лет, беда. Опять 500 вырастил, 500 продал. И там, и там по четверти миллиона. Это сходу. И так получается, если брать за основу полукультурные, назовём их так. Вот. Да нет, косочки с культурных деревьев, но вырастут, скорее всего, будут чуть-чуть меньше родителей. Да, замерзания бояться не надо. Ну, минус 18 в эту зиму было, а так вообще и 25 бывает минус. Ну, для моих это примерно как Африка. Для моих. Теперь, давайте переходим к сливам. Дело в том, что... Как у вас... А теперь, как у вас с персиками? У вас в каждом саду персики? Объедайтесь? Ну, персиков, да, действительно много, но тоже живут недолго. И я считаю, что из-за подмочки. Но некоторые люди... Есть деревья и по 20, и по 30 лет. Наверное, попадают на землю, где нет подочинок. Вот. Так, 20-30 лет. Да, наверное, так, скорее всего. Почему? Я вот листаю на экране. Ну, почему здесь 90% фотографий, вода, 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 вода. Ну, это весной, наверное, снята, когда идёт половодие. Да нет, тут снимали вообще все сезоны. В основном летом. Красота, вот эти самые, цветочки. Волга и её притоки. Волга и её притоки. Ну, понятно. Весь город в речушках. Так, теперь смотрите. Итак, у вас 2 метра до воды. Нету повыше места? Найдём. Найдём. Это для матричного сада найдёте? Да, найду. Теперь переходим к сливам. Почему? Итак, у слив корневая система в 3 раза меньше, чем у абрикосов. У них уже не такой стержневой корень. Он больше разбрасывается по поверхности. И тогда получается, что на сливы можно плевать сливы. Попробовать ещё абрикосы. Но только если сливы у вас будут никакие попало. С абрикосами совместимы только венгерки. А я все козыщики венгерок продал. На год откладывается. Но остаётся слива на сливе. Чтоб у вас были роскошные сливы. Вот. У вас слив, у вас они должны быть весом до 100-150 грамм. Есть ли такие? Не знаю. Но первый этап... А у меня есть. Так вот, значит, на первом этапе вам нужно, у меня будет приобрести китайские сливы. Красно-жёлтые, красно-синие. Пока эти два сорта. Они сами по себе. Ну, простых слив-то у вас, наверное, море. Да, простых много. Много. Ну, то есть, просто слив. Тогда мои будут интересны не на продажу, потому что китайские сливы, они довольно скромные плоды. Хотя они очень сладкие. А как будущее по двое. То есть, для матового сада не обязательно по тысячам. А купить 50 косточек, 100. Вот. Вырастить. Для матового сада. Почему? Матового сада вы потом на них персики привьёте. Так? Вот. Ну, хотя бы потому, чтобы не ждать много лет плодоношения. Так, персики привьёте. Вы привьёте на них сливы. Или у меня будете черенки добывать. Или уже по месту вы раскинете сети, такую разведывательную, шпионскую. Где у кого, чё можно потом это. Теперь так. Время поджимает. У вас уже весна. Так? Ну, уже плюс 8. Ну, вот. Нет. Плюс 8. И у нас такое может быть. Только у нас после этого опять минус. А у вас уже минуса не будет, конечно. Уже минуса не будет. Уже ночью ноль. Так вот. У вас пришло время всадить. Так? Да. С одной стороны хорошо. И саженцы какие-то возьму. Саженцы уже нету в этом году. Всё распродано. Сергей сын распродал уже. Ну, заочно. Предуплату берёт, а высылать будет через месяц. У нас всё снег лежит. Так вот. Смотрите. Значит. Возвращаемся к абрикосам. У меня есть абрикосы, которые частично статистированы. Накинем неделю на переезд. Так. Температуру. Чтобы они дозрели. Дозрели в смысле дострофицировались. На две-три недели. Вот. И потом высадка. Бояться, что до осени не успеют созреть вам нельзя. У вас это климат позволяет. Значит. Какая-то часть у вас тоже через несколько лет начнёт вымирать. Знаете почему? А всё по той же причине. Они с трёх континентов. Что-то придётся по душе, то и будет. То есть вы хотите, не хотите, будете селекционером. Вот. Но деньги вернёте, если первый же год частично продадите. Берёте ноутбук. Берёте... Я высылаю папку с фотографиями. Так. Свою улыбающуюся морду. Я буду... Вы мне присылаете фотографии свои. Так. Я буду, глядя на ваши фотографии, сниму фильм отдельный. Что... Ой. Давайте. А мы знакомы с вами? Владислав? Владислав. Видите? Ещё не представился, не успел. Так а мы с местом порог. Да я тороплюсь сейчас меня доставать-то ещё. Значит. Владислав. Я вам больше приветствую на это. Вы будете продавать так. Как сейчас полагаю. Надо бы. Продолжение дремучее. Они только лапшу вешают. А у вас будет ноутбук. А начнётся с приветственного фильма. Я, Железовик Константинович, значит, приветствую Сибири. Вот. Я подтверждаю, что это мои косточки, это мои семечки. Вот. Это было взято вот с таких-то деревьев. Так? Ага. И, это самое, вам можно доверять. Вот. И вы с ноутбуком, который на батарейках, вы будете говорить, ну, теперь думайте, где покупать. Вот эти вот, двух-трёхметровые. Или мои, пусть метровые, полтора. Годовалые. Вот. Результаты. Вот ноутбуки, они и будут. Я же вам вышлю эти. Конкретно. Значит. Что из них получится. Ну, это второй этап. Это уже когда у вас что-то будет. Зайдут, вы звоните ко мне, Константинович, караул. Давайте быстренько, процесс пошёл, давайте быстренько это, доказательства, что это всё серьёзно, а не вот эти вот. Со всей страны стоны, дикие стоны. У меня, кстати, сегодня у нас 14-го, 18-го будет вебинар. А я там покажу. Это, надо же, дважды питомники откровенно рассказали, чем они торгуют. Вы знаете, у нас, я только буквально две минуты, я чуть не падал. Вы знаете, у нас однажды был тазик с абрикосами. Это, говорит, питомник, который с абрикосами торгует. Понимаете? Однажды целый тазик был с абрикосами. А другой говорит, укрывать только укрывать. Ну, всё понятно, да? Я ещё вас приглашаю подписаться и на вебинарах на моих участвовать. Вы знаете, полгода, пока всё это будет расти, вы сильно продвинетесь. Вот. В этом плане. Так, что бы главное ещё сказать? Вот. Что бы сказать-то? Ну, я сказал, за полцены только вам. Ещё, будете ли дальше развиваться? Дело в том, что у меня по грушам лучшая коллекция, одна из лучших в России. Груша обязательно надо, обязательно. Груша, пища, черешка тоже. Ну, тут уже семечками нельзя даже, у вас в тёплых краях нельзя начать семечек. Длительный, нутный процесс, и неизвестно, что вырастет. А вот когда вы мне уссурийскую грушу купите, подчёркиваю, уссурийские. Вы этот зёрт вместе с косточками обязательно купите. Да, муссурийские груши, они зайдут 100%, они хорошо растут, они не боятся, нет, сырости не боятся, им надо высокие грунтовые, то есть грунтовые воды, чтобы подальше были. У них этот, стержневый корень длинный. Но это уже ваше главное. У них сколько метров? Ну, хотя бы 4-5 метров, чтобы было до воды. До подземной грунтовой воды. Вот. Зато они любят засуху. Да, это не вы мне сказали, сегодня было несколько звонков, что у вас почва песчаная. Ну да, песчаная почва, да. Значит, для абрикоса и для груш само то. Ну, конечно, воды бы подальше, хотя бы 4-5 метров до воды, тогда всё получится. Значит, там, где ближе, там придётся, ну, пусть не сразу, выращивайте, они имеют довольно короткие корни, это, значит, и не боятся, кстати. Они почему размножаются отводками? Достали до водоносного слоя, и давай отводки давать, вместо того, чтобы погибнуть. Это я про китайские сливы, красно-жёлтые, красно-синие, и год спустя, если я вам пришлю, вот сейчас-то некуда прививать, ни на что, я вам пришлю черенки венгерок, это будет одно чудо. Так, ну, там дальше, знаете, можно нафантазировать. Теперь, ещё не всё. Яблоки, по-моему, видите, Краснодар, всё, яблоками завален. Тут, по-моему, делать нечего. Даже местные питомники. Да, вкусных нету. Вкусных нету? Да. А, корнево у меня, сидя за моим столом, за чаем, понятно, вот у меня на кухне, вот, рассказывал не только про проблемы с абрикосами и персиками, удивительное дело. Так он ещё сказал, что наши яблоки имеют вкус картошки. Это чё, правда, Риталь? Ну, не вкус картошки, конечно, но вкусный я пробовал два раза всего за свои 50 рублей. Боже мой, где вы, куда вы попали? Смотрите, это, Курдёмову даже понравились наши полукультурки, они с кислинкой, и даже ранетки, потому что настолько невкусные яблоки у них оказалось, так? Так, теперь, значит, давайте так, ну, с чего начинать? Ну, давайте Семяновым вышлю, вот, этих же самых, но только Сибирок, но только Сибирок, почему? Прививать, а, минутку, вам-то можно на культурные прививать. Ну, тогда можете у себя, чтобы не разоряться на железах, у себя найти эти самые подвое? Ну, вот я рассказывал, что я поехал в Тайгу, 500 штук привёз, посадил, и сразу четверть миллиона. То есть, через 4 месяца у меня было четверть миллиона. Так, может быть, у вас так же? Для этого надо дикие найти, что ли? Нет, желательно не дикие, а одичавшие. Это заброшенные сады. Нет, уже таких нету. Да? Нету. Уже не найду, не бесполезно. Я лучше у вас готовый возьму. Ну, да хрен узнают, как в Сибирке вас поведут себя. Ну, давайте я вам окультуренные Сибирки вышлю. Пусть будем. Давайте, тогда, раз вы испытатель, давайте, в них будет гены, гены, гены культурных. То есть, я вам вышлю под названием Сибирка окультуренная. Они как бы наполовину ранетки. Эти примут любые яблоки. Но только тогда придётся у меня выписывать черенки яблонь, потому что мои-то все вкусные. Вот, отлично. Так, теперь, моё время истекает, моё предложение такое. Сейчас разговор остановим. Так? Значит, по WhatsApp пришлите мне запрос на каталог. Вот. 50% скидка. И уже, глядя по результатам разговора, и глядя на этот самый каталог, вы составьте, может быть, предварительный список. Может, потом уточним. Сколько потянете. Да, потом посоветую. Там речь идёт ещё и о волосе, киске. Надо ли, хотя чуть-чуть, чуть-чуть. Черешни! У меня же косточки черешни. Это... Обязательно, обязательно. Во-во-во-во. Ну что, будем заканчивать пока. Заканчиваем, да. Тогда я пишу, значит, что необходим каталог пока, и на этом останавливаемся, да? Да-да-да. Вот. Всё, спасибо большое, Валер Константинович. И ещё у меня будут скоро проблемы. Смотрите. Косточки персика закончились. Черешни персика закончились. И у меня был случай, когда люди ждут-ждут, и пока они ждут, деньги не платят. Тут принцип один, то вперёд. Это я не вам говорю, а тем, кто ещё захочет что-то заказать. Вот такие дела. Надеюсь, мой опыт пригодится. Вот. Я с вами не прощаюсь, Вячеслав, Астрахань. Вот так вот будете везде писать. Астрахань, иначе я забуду и буду с вами как с новичком. Всё сначала. Всё, понял. И всё хорошо тогда предоплату, и сейчас прям вышлют. Нет, вначале познакомьтесь с каталогом, не спешите. Нет, некоторые так делают, присылают 5 или 10 тысяч, говорят, а что положите, то получат. Всё равно мы ничего не понимаем. Нет, ну по жизни вы с каталогом. Вячеслав, давайте, пока. Всё, до свидания. В течение двух дней фильм появится в интернете уже не для вас, для других. Да, и могу я, если напомните, я вышлю его персонально, когда брат его сделает такой торжественный, с музыкой, с титрами. Вот. Я могу выслать персонально его. Или глядите прямо на ютубе. В моём канале. Правильно нам мог подобрать непохоронную. Да, брат мой в этих собак съёл. Ну, всё, хорошо. Спасибо, Валерий Константинович. До свидания. И на всякий случай, значит, фотографии... А, нет, это ещё рано. Так. Раскручивать вас будем по ходу. Ага. Хорошо. Давайте. Пока. До свидания. До свидания, Валерий Константинович. Спасибо. Пока. Продолжение следует...